Всем привет! Сегодня снова с вами Басонный и рад приветствовать вас на моем канале Man1Games. И сегодня хочу рассказать о моей новой мышке Corsair Glaive RGB. Эта мышка пользуется где-то уже две недели у меня. Что я могу сказать? Во-первых, эта мышка от фирмы Corsair. Пошла она мне вот в такой вот упаковке. Ничего особенного в комплектации здесь не было. Была сама мышка, как видно на видео, что мышка сделана из soft-touch пластика с алюминиевой вставкой вот этой. Также есть ее вариация с черной вставкой. Я не знаю, она тоже из алюминия или из пластика сделана, но вот эта вставка точно сделана из алюминия. Мышка у нас является игровой мышкой. Как видно, уже даже поюзана. То есть отпечатки пальцев на ней есть, следы. Но если протереть, мышка как новая, то есть легко чистится. Что еще шло в комплекте? Шел вот такой вот мешочек. Он нужен для вот таких вот накладок. Мышка имеет съемную вот эту боковую панель. И получается у нее три съемные накладки. Каждый из которых назначен для своего типа хвата для игры. У меня стоит стандартная. Остальные я тоже вставлял и пробовал, но мне пока нравится стандартная. Отличие от остальных в том, что здесь имеются прорезиненные вставки. Плюс вот эта вставка для большого пальца. Она имеет тефлоновую ножку. А вот эта вставка имеет просто прорезиненную вставку, но нет тефлоновой ножки. То есть она, в принципе, для хвата коготь или ладонь. Что могу сказать еще о мышке? Мышка имеет большой DPI 16000 благодаря сенсору PIXAR 3367. Неизвестно, либо это модификация, созданная PIXAR для Corsair, либо Corsair сами создали для себя заказ у PIXAR. Неизвестно. Мышка имеет RGB-подсветку. У нее три зоны получается. Раз, два. Эта зона, я не знаю, она идет как вместе с передней зоной. То есть, ну, три или четыре зоны подсветки. Плюс у нее есть боковые кнопки. То есть, сколько пользовался я мышками, у меня вот эти боковые кнопки были, но они были неудобны в пользовании. Как видно, хват мыши очень удобный. То есть она сделана именно для правшей. Для моего размера руки она самая то подходит. И как видно, то есть я спокойно могу доставать до обоих кнопок и с цветом слайда нажимать их без всяких проблем. Также есть кнопка включения DPI. Можно запрограммировать пять уровней DPI. Также шаг настройки DPI составляет после 100 единиц один DPI. То есть можно настроить очень точно для себя, что очень удобно. То есть можно прям выгадать для себя настройку мыши, чтобы она прям как бы продолжение вашей руки. Также мышки, есть колесико, очень четкие отсечки. И достаточно такой хороший клик, не очень другой. Хотя вроде говорят, что тугой, но для меня он нормальный. Плюс левая и правая клавиши, под ними находятся микро-клики Amron на 50 млн нажатий. То есть мышка должна прослужить очень долго. Здесь тоже есть репрозиненная вставка. И здесь у нас четыре тефоновые ножки и сам сенсор. Ножки, как видно, получится приблизить так. Ножки на тканевом коврике очень долго изнашиваются. И поэтому даже сейчас, за две недели это пользование, они вообще никак не пострадали. То есть они абсолютно как были первоначально гладкие. Также у мышки подсветка настраивается совместно со всеми устройствами Corsair. То есть можно настроить одновременную подсветку с наушниками Void и клавиатурами типа K70, K95. У меня K70, у меня стоит радужная подсветка на всех устройствах одновременно. То есть переливание идет, как видите, радугой. Изначально, когда вы подключаете мышку, у вас DPI будет максимальный, установлен на 9000. То есть не 16. На 9000 это сравнить, скажем, с моей мышкой, предыдущей Razer Roboros в 8200 dpi. И то мышка летала больно резко, а здесь мышка летает очень плавно и показания сенсора очень хорошие. То есть точность у нее потрясающая. Нет таких срывов и дергин резких. То есть не будет такого, что дернул мышку, у тебя курсор прям куда-то сам улетел непонятно куда в космос. Что еще можно сказать об этой мышке? Мышка предназначена именно для правшей. Потому что по форме, как видно, у нее правый изгиб. Плюс у нее спинка для ладони, хват самый удобный. Плюс мышка легко чистится. Также, ну, этой мышки замечают люфт левой кнопки. То есть она люфтит. Но, по-видимому, скорее всего, сделано это для того, чтобы не избежать лишних срабатываний. Если когда вы держите кнопку мыши, и у вас как бы палец трясет, дрожит. То есть вы можете случайно нажать на левый клик, и поэтому она сделана немножко свободно, то есть приподнята. То есть когда вы держите мышку, вы зажимаете кнопку, но не нажимаете на миклик. И поэтому не происходит щелчка. То есть вы как бы на готове находитесь, и мышка не кликает случайно возможной вариации. То есть только когда вы полностью зажимаете. Ход клика очень маленький и быстрый. То есть мышка очень удобная. Если у вас средняя рука где-то расстояние, ну, 18-18,5 см, то вам мышка подойдет по габаритам. Плюс мышка не очень тяжелая, всего 122 грамма где-то. И в руке лежит очень удобно. Кабель у нее в тканевой оплетке 1,8 метра, что очень удобно. В принципе, небольшой эффект памяти у него есть, но это не страшно. То есть можно, в принципе, проложить его где-нибудь под столом аккуратно, чтобы он не мешался. Кабель несъемный. Есть мышки со съемными, но здесь он несъемный. Защита от перегиба. И также на конце ZERO USB вход, который тоже защищен от перегиба. Мышка стоит около 6500 сейчас в России. Мне досталось она за 6100 где-то. Я, в принципе, не жалею, что купил данную мышку, потому что сенсор у нее оптический, очень нехороший, игровой. Четкость показаний хорошая. Играю не на маленьком DPI, потому что я ограничен, так сказать, в пространстве на столе. И поэтому у меня стоит большой DPI, чтобы малыми движениями преодолевать большее состояние. Плюс мой монитор больших размеров, поэтому мне нужен больше DPI. Я к этому плюс DPI уже привык. На этом, я думаю, все. Кто хочет, может купить эту мышку и не пожалеет. Я, в принципе, советую ее. Потому что сколько я пробовал мышей, мне Corsair вот эта мышка понравилась очень сильно. Можете поднастроить за счет боковых панелей SPI мышку под свой хват, под размер руки и все такое. Ну, на этом я заканчиваю. Всем спасибо за внимание. Оставляю комментарии под видео, какие-то вопросы задаем. Подписываемся на мой канал. Всем удачи, всем пока. С вами был Басон. Всем удачи.